всем привет друзья продолжаю вас посвящать в китайские лад лампы на ваши машины и мотики если вы любите мотики и не у вас есть сегодня мы рассмотрим вот такие лад лампы и вот такие лад лампы насчет этих лад ламп немножко вам расскажу позже они неоднозначные с их установкой и настройкой нужно немного по геморроиться эту лад лампы мы будем ставить на volkswagen t4 год не помню это у нас бус а вот эту лампу лампы мы будем ставить на opel oscone 87 года приятного просмотра сначала мы установили вот такие лад лампы на volkswagen t4 ранее на нем стояли обычные галогенные лампы которые по мощности даже рядом не стоят след у них два выраженных плюса это самое низкое потребление и наиболее долгий срок службы производители обещают до 30 тысяч часов но я немного сомневаюсь но больше десятки они точно проработают проверено именно эти лад лампы очень мощные вы все сами увидите заявленная мощность это 40 ватт в каждой лампе и в сумме будет 80 и по ощущениям все действительно так но как вы видите у этих ламп нет отражателя и они являются всенаправленными если я все верно про них узнал изначально мы установили лампы неправильно но мы конечно подумали же что установили их по фэншую тогда лампы прям очень сильно светили что на ближнем что на дальнем свете и слепили все что только можно причем опущены они были максимально низко и я уже хотел их ругать в ролике и даже озвучку запилил но тут позвонил мой друг и по совместительству владелец авто на которой мы установили эти лампы и сказал что он их неправильно вставил и поменяв их положение лампы стали светить так как нужно и так как же они должны стоять а устанавливаться они должны чтобы вверх смотрели две стороны лад диодов а вниз одна лад сторона не знаю правильно технически я сказал но думаю вам понятно чтобы мощный свет из двух ламп диодов светил вверх и отражался от отражателей вниз и светил вам ближним светом к сборке и доставке обеих ламп претензий нет заказаны они были в проверенном магазине gearbest и доставлены в заводских оригинальных упаковках с инструкцией разъемы у нас аж 4 на обеих лампах охлаждается такая лампа у нас с кулером что хорошо подойдет для установки в авто если уже у вас мотоцикл то такие лампы с кулером не советую ставить но с пассивным охлаждением такие как следующие лампы ставить можно volkswagen t4 вот наша светотеневая граница это у нас ближний свет давай дальний вот у нас дальний свет давай ближний светотеневая граница как бы видно как и должно быть как я понимаю давай дальний дальний свет volkswagen t4 так volkswagen t4 мы в гаражном кооперативе светит у нас ближний свет все направленные лампы ближний свет давай дальний вот у нас дальний камера опять же всего не передаст по факту видно дальше и лучше но как видите давай ближний свет вот у нас ближний свет лампы опять же можно настроить под себя а нему мощнее чем будут вторые вот и короче мы довольны volkswagen t4 и давай еще дальний свет вот у нас дальний вот volkswagen t4 вот это у нас ближний свет новые линзы мы уже настроили давай дальний вот дальний свет ближний светит очень хорошо ну дали тоже нормально Это у нас дальний, да? Это у нас дальний свет Камера всего не передает Но Что, что видите Давай ближний Вот у нас ближний свет В общем, каждый мастер настроит Под себя Это у нас все направленные лампы Вот там Три стороны диодов Так что настроите Под себя Следующие лампы мы будем ставить На старенький Opel Ascon Кадров со старыми галогенками вы особо не увидите Так как сами фары очень грязные И одна из фар не настроена И вообще светила куда-то в небо Короче, нечего показывать Хозяин авто в ночное время никуда не выезжал Чтобы не испытывать судьбу и свой свет Эти же LED лампы у нас с отражателем По мощности в раза 3, а то и 4 Слабее предыдущих всенаправленных На каждой из сторон находится по 3 светодиода с отражателем Интересно то, что мощность у фар Что у первых, что у этих вторых Заявлена одинаковая Но по факту эти лампы слабее Охлаждение у них радиаторное И это я считаю лучше, чем кулерные Хотя я могу ошибаться А вы как считаете? Какое охлаждение лучше? Напишите в комментариях Эти лампы явно мощнее обычных галогенок Так как у меня уже был подобный ролик Где я ставил похожие лампы На нормальную машину с чистыми фарами И там было ясно видно, что LED лампы мощнее галогенок Главное их правильно настроить Чтобы не слепить встречку Вот немного тестов уже с новым светом На старой машине Куда ж меня так? Давай дальше Дальний Мой ближний свет И дальний Как видите у нас свет очень хороший Прям за бест Короче видно все Это печально Это у нас старый Opel Как видите фары у него очень Короче говно И я не буду снимать Я не буду снимать до и после установки фар Потому что они говно Как вы короче все сами видите Посмотрим уже с установленными фарами Так новые LED лампы Opel Ascon Очень старый Это у нас ближний свет Давай дальний Дальний свет Давай ближний Ну фары мы вроде лампы вернее Немного отрегулировали Вот так что более и менее нормальный свет Давай дальний Но очень замерзли Давай ближний Ну вот как то так Так это у нас новые LED фары На Opel Ascon Другие фары уже Ближний свет Сейчас будет дальний Давай дальний Вот так светит дальний Давай ближний Вот так светит ближний Ну вроде нормально Нам видно хорошо Камера Дальний свет Камера не передает конечно Полностью всю световую границу Но скажу Что по сравнению с старыми фарами На которых было нифига не видно Это прям очень хорошо Так Opel Ascon Вон у нас новые LED лампы Вот видим как мы едем на ближнем свете Давай дальний Вот у нас дальний свет Опять же камера Всей картины не передаст Но Мы видим очень большие отличия Ну и вообще очень хорошо нам видно дорогу Давай ближний свет Давай дальний свет Вот у нас дальний свет Реально дорогу видно хорошо Мы уже фары более-менее настроили И можно ехать Никого не слепить Давай дальний Вот у нас так Итак Вот мы поставили наши лампы Скажу сразу На Opel Ascon Свет поменялся просто в разы Он был изначально никакой А теперь стал Что боженька на трассе Никого не слепит Все видно И вообще просто шикарно Поменяли мы галогенки Которые светили не очень И все стало просто Very wonderful С вот этими же лампами Я думаю тоже все стало круто Потому что Сейчас я записываю И еду их настраивать С чуваком Вот Изначально мы их поставили Немножко неправильно И они все слепили И выжигали все на свете Но было очень хорошо видно Потом друг мне позвонил И сказал Что он на Т4 Их настроил просто идеально И уже никого не слепил Все было хорошо видно Но это я сейчас поеду И узнаю Если это не так То вы эту ставочку Не увидите Вам спасибо за просмотр Лампы были заказаны В магазине Gearbest Магазин проверенный Можете переходить Смело покупать Ссылочки я оставил В описании Пишите в комментариях Своё мнение про эти лампы Также я знаю Что многие пишут Что менять галогены На лады Это запрещено Я живу в Украине У меня ребята Ставили Ставят Они довольны Милиция их не тормозит Тормозит Не шмонает Не доколупуется Если понравился ролик Ставим лайк Делайте лайки Не делайте дизлайки Спасибо Пока Комментарий читаю Все и твой тоже Прочитаю Возможно лайкну Пока Субтитры сделал DimaTorzok